Чё говоришь, мальчишка? Выпуск про ММА рассказать? 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 Всем привет, друзья! Я Пётр Воликов и это спорт Шрёдингера. У нас сегодня, наконец-таки, выпуск про ММА. Я не ошибусь, если скажу, что главным событием октября в казахстанском ММА стало возвращение Армана Ашимова. Мустафа Остюрк, убийца с лицом ребёнка, как его называют, не дрался два года, но вернулся очень ярко и ещё раз подтвердил, почему его считают одним из самых зрелищных бойцов нашей страны. Этот выпуск будет полностью посвящён только Арману. Я вспомню его самые крутые нокауты и финиши, а там, поверьте, было из чего выбирать. Я ещё расскажу, когда ждать Ашимова в UFC и постараюсь удивить вас некоторыми фактами из его жизни и карьеры. Кетты! Подписчики спорта Шрёдингера в Телеграм и Инстаграм оценили победу Ашимова сразу, через несколько секунд после завершения боя. Потому что мы там каждый день следим и делимся самым интересным из всего нашего спорта. Ссылочки на Телегу и Инсту, если что, в описании. Здесь, на Ютубе, я о той победе рассказываю впервые. Итак, Арман 3 октября выступил на турнире казахстанской лиги NFC. Её полное название – Найза Fighting Championship. Не знаю, почему бой Армана не был главным на Алматы-арене, но он, как говорят в Америке, украл шоу. Потому что бой завершился быстро и красиво. После долгого простой Ашимову, понятное дело, не дали бы топового соперника. Тут главным было пройти тренировочный лагерь и выйти уже, наконец-то, в клетку. Если бы Арман возился с азербайджанским ноунеймом Сирханом Валили, этого бы никто не понял. Это бойцы, ну просто, разного уровня. Ашимов не подвёл. Бой завершился на третьей минуте, и Арман донёс мощный удар по печени, от которого Валили, ну просто, сложился. Ашимов ещё и тут благородство проявил. Зацените, как до отмашки рефери не стал причинять урон сопернику. Красавчик. Вообще, Арман мог вернуться ещё раньше. 27 июня он должен был встретиться с Михаилом Сырбу из Молдовы на турнире Алаш Прайд в Шимкенте. Но тогда помешала травма. В итоге возвращение пришлось ждать ещё три месяца. А почему Арман вообще взял двухлетнюю паузу? Тут сразу несколько факторов. Главный из них, конечно же, коронавирус. Ашимов к 2020 году подходил в статусе временного чемпиона и главного претендента на титул в М1 Глобал. Эта лига, по идее, должна была стать для Армана трамплином в UFC. Как для Шавката или Сергея Морозова. Но М1 так и не пришла в себя после пандемии и вообще не проводит турниров. А Арману, чтобы выступать в других лигах, пришлось решать проблемы с менеджментом. И, к счастью, всё это позади. Теперь он волен биться где угодно. Где душа пожелает. Спасением для Армана выглядело шоу претендентов Даны Уайта. Побеждаешь там ярко, получаешь контракт с UFC. Но и тут влез надоевший коронавирус. Никаких шансов поехать в США не было. Бой против мексиканца Луиса Роналду... Хо-хо... Бой против мексиканца Луиса Роналду так и остался в статусе в разработке. Роналду, кстати, свой бой за контракт проиграл Джеромо Ривери. Тому самому, который в июле познал сабмишин от Жалгаса Жумагулова и вылетел из UFC. Главный феномен Ашимова не только в самой зрелищности. Удивительно, что это всё делает человек, чья внешность ни разу не говорит о том, что он боец. Не судите книжку по обложке. В октагоне Ашимов ни разу не кровожаден. Наоборот, это самый улыбчивый боец Казахстана. Не раз Арман отмечался благородными поступками и помогал соперникам прийти в себя, когда они засыпали. В добивании валили, назовём это так, как раз таки весь Ашимов. Я думаю, что это тот редкий случай, когда бойца ММА не стыдно привести в пример. Чушь про коронавирус не репостил, финансовые пирамиды не рекламировал, с криминальными авторитетами не фотографировался. По крайней мере, публично. Извините меня, он даже за Нур-От-Тан не агитировал и не постеснялся выбрать другую партию. Ну и удивительный факт для всех нас тут понаехавших в Алматы из команды Спорта Шрёдингера. Ашимов живёт не в самом Алматы, а в посёлке Бесагаш. Бесагаш это же ещё база футбольного клуба Кайрат. Когда Ашимов дома живёт, они стараются особо не шуметь. Сосед выходит и говорит, эх! А вообще Арман родом из Баянаульского района Павлодарской области, но уехал из родного аула в три года. База у него мощнейшая. В ММА, как он считает сам, попал вообще случайно. Седьмого класса Арман занимался боксом, но больших успехов в этом виде не добился. Зато сами понимаете, откуда ударка. В 18 лет Ашимов перешёл в джиу-джитсу. Потом пробовал себя в кикбоксинге и даже ездил на Чемпионат мира в Бразилию. Проиграл там в полуфинале, а затем в воле случая оказался на соревнованиях по национальному виду спорта «жек-пи-жек». Откуда, собственно, уже ушёл в ММА. Что интересно, на многочисленных турнирах Ашимов успел представить Талды Корган, Алматы и Атырау. Про свою базу Ашимов говорит так, и это реально одна из культовых цитат нашего ММА. Профессиональный дебют Ашимова в ММА официально случился в ноябре 2014 года на Кубке Казахстана по «жек-пи-жек». Тот турнир Арман закончил золотой медалью, а в его статистику ушёл всего один бой против Мустафы Шаяхметова. Видео, к сожалению, нет, но журналист из Усть-Каменогорска Виктор Антонов в своей статье об итогах турнира сообщал, что Шаяхметов на первых секундах обрушил на Ашимова град ударов, после которых судьи обычно останавливают бой, но Арман каким-то образом вышел из этой мясорубки и сам двумя ударами отключил соперника. Данные о количестве боёв Армана в профессиональном ММА разнятся, но я возьму за основу статистику Шердок и приплюсую туда последний поединок. Почему-то он туда пока не добавлен. Получается, что у Ашимова сейчас 16 боёв в ММА, 12 побед, 6 нокаутами, 1 сабмишиным, 1 ничья и 3 поражения. Бился Арман Валаш Прайди и М1 Глобал. Что ж, друзья, во-первых, кстати, приятного аппетита, братан, а во-вторых, мы дошли, наконец-таки, Габидула, до пятёрки финишей. Откроет мой топ-5 самых ярких финишей Армана и его единственная победа сабмишиным. 9 мая 2015 года Ашимов провёл два боя на гран-при Алаш Прайда и в первом из них страшно задушил Джамида Салиева. Настолько страшно, что Арману и рефери пришлось оказать узбекскому бойцу первую помощь. Очень сильно уснул. В том гран-при Ашимов в итоге дойдёт до финала, но проиграет Шингису Кайранову. Хотя решение судей вышло спорным. Многие считают, что в том бою победил именно Арман. Сейчас Кайранов тоже выступает в NFC и готов к реваншу с Ашимовым. Если вы хотели бы этот бой, пишите в комментариях. 4 место. И тут у меня бой уже в М1. Арман Круто залетел в лигу, контракт подписал. Будете удивлены на своей свадьбе. В своём втором бою в М1 в ноябре 2017 года Ашимов встретился с Эрвани Родриго Мелонио. Для бразильца по прозвищу «плохой парень» роковым стал удар слева на четвёртой минуте первого раунда. Судья находился далековато от эпизода, поэтому потрясённого Мелонио Ашимову пришлось ещё и добивать. Бразильца так не били даже в собственной павелле. Капа аж вылетела изо рта. Очень страшные кадры и это ещё одно доказательство ударной мощи Армана Ашимова. На третье место залетает бой Армана против Фина Микаэля Силандера, бывшего хоккейного вратаря и швейцара в ресторане. В феврале 2018 года Ашимов едва не отправил Микаэля обратно к дверям. Точный в челюсть во втором раунде и молниеносное добивание в момент остановки Финн лежал беспомощно лапками вверх. Этот бой, кстати, был главным событием турнира в Санкт-Петербурге, а в карде разогревал его поединок Шавкат Рахмонов. После победы на Силандра Ашимов вышел на титульник, но проиграл украинцу Александру Доскольчуку из-за перелома руки. Доскольчук потом уйдёт в UFC, вместо дебюта попадётся на допинге и будет дисквалифицирован. А после возвращения в августе этого года проиграл досрочно Асу Алмабаеву на турнире Брейв в Алматы. Закольцевалась история. Нестающий пазл. На второе место там, где Тобол, там, где сборная Аргентины по футзалу. Мы же могли выиграть чемпионат мира, братан. Мы его могли выиграть, он был так близко. На второе место моего топа залетает дебютный бой Ашимова в М1. Дагестанец Гаджимурад Алиев шёл на серии из шести. Побед Мусарманом продержался всего шесть минут. Зазевался на секунду Алиев и получил мощный удар навстречу. База кикбоксёрская зарешала. Комментатор того боя очень верно заметил. Страшный нокаут. После этого Алиев не выходил в клетку целых 13 месяцев. И его можно понять. На первом месте у меня будет самый вирусный нокаут Ашимова. И случился он не в ММА, а на турнире по ЖЕК-ПЕЖЕК в июне 2019 года в Зайсане. Это восточно-казахстанская область. Арман выключил соперника из Монголии ударом справа. Да так, что тот упал головой вниз, будто зависнув. Нужно было зайти в монгольский монитор, пуск, перезагрузку сделать. Монгола потом долго приводили в чувство. Видеофрагменты того боя собрали несколько миллионов просмотров на ютубе и в соцсетях. Этому даже не помешал странный антураж. Где вы еще увидите, как октагон покрывают коврами? Так организаторы спасались от дождя. Но тут такой нокаут, что все ковры уходят на второй план. Да, ковер ушел из-под ног Монголы. Улетел на ковре-самолете, вертолете в Монголию. В Улан-Удэ. Ну и напоследок... Улан-Баттер! Ой, еля! Улан-Удэ не ул? Улан-Удэ в Буретте! Аааа! Еля! Российский, блядь! Почему Российский? Улан-Удэ, Улан-Баттер попутал? Тоже, как Монгол, зависнув. Немного перепутал Якутию и Монголию. Булятью! Аааа! Бляя, я совсем закапываю, братан, сам себя закапываю. Алма, Алма Жапаровна, по географии учитель, город Саркан, Ахансара. Простите меня, дурака! Зачем я его на футбол отпускал? Он тупой! И напоследок обещанное про UFC. Арман со своим зрелищным стилем точно бы там не затерялся. И это не мое мнение, а Саята Абдарахманова, казахстанского менеджера, который работает с лучшей лигой мира. Пять месяцев назад Ашимов рассказал, что в 2020 году даже успел подписать предварительный контракт с UFC. Но так и не дождался отмножки от менеджеров, когда же будет его дебют. Его интересы тогда представлял М1. Возможно, именно отсутствие сильного менеджера, который лучше работает с UFC, мешает Ашимову попасть туда. Мне кажется, с тем же Саятом или Али Абделем Азизом Арман уже давно бы дрался в UFC. Возможно, в 2022 году Ашимов снова получит шанс выступить в шоу Даны Уайта или найдет менеджера, который напрямую подпишет его в UFC. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Я думаю, как и вы все. Монгол сейчас до сих пор кружит где-то на ковре. Говорит, я бы тоже посмотрел. В любом случае, Арману сейчас важно почаще выступать. Не хочется ждать следующего боя еще два года. Если не UFC, то топовые российские лиги или, например, Брейв рады будут видеть Ашимова в своих рядах. И ACA, и Fight Nights, и Брейв, и Игл, и FC Хабиба проводят турниры в Казахстане. И им точно нужен яркий казахстанский боец в ростере, чье имя может продать билеты. И Ашимов как раз-таки такой. А еще не забываем про 1FC. Там тоже обожают таких ярких легковесов. И, возможно, эти промоушены с финансовой точки зрения будут выгоднее, чем UFC. Но со спортивной, конечно же, с UFC никому пока не удастся потягаться. На сегодня все. Пишите в комментариях, какой финиш вы считаете самым ярким у Ашимова. А за карьерой Армана можно следить в телеграме и инстаграме спорта Шрёдингера. Мы обязательно оперативно сообщим о его следующем бое. Анга, Казахстан. Я уверен, Арман ворвется в UFC. Мы там победим. Пока. Саубол. Ой, ой, ой. Смотри в окно. Монгол полетел. Братан, стой. Монгол полетел.